у нас дежинский рынок вход вот с обратной стороны правда не с центрального входа а с заднего входа центральный рынок идем сегодня посетим центральный рынок посмотрим что продают чем торгуют цены какие приемлемые или высокие или низкие вот ну что вперед цены пожалуйста все наглядные довольно таки октябрь месяц 8 число 2017 года люди ходят покупают все равно на цены не глядят какие но все-таки цены вроде бы приемлемые похоже цены приемлемые картошечка разная с какого района картошку вас картошку арзамас лысков арзамас лыскова со спасского нет района картошки не дают картошку не выращивает а не выращивают серьезно что ли да да а лук дорого А картошка с какого у вас района? Картошка Азамас. Азамас. Приемлемые цены-то. Ну что, ничего, вообще цены-то, да, я? Нормальные цены. Я так бы сказал, ничего. Можно, можно вообще-то, так. Ну, правда, виноградик, да, гляжу. Дорговатый виноградик. Виноградик дороговатый. Виноградик вообще дороговатый. Да. Цены, конечно, на виноград очень сильные. А вот на сельхозпродукты, на картошку и на лук, все прочее. Морковь, приемлемые цены. 85. Попробуем. 85. Попробуем. 85. 85. 85. А цен почему нет вот тут вот? 80. А? 80. А вы напишите тогда хотя бы цену-то. А, молодой человек. А. Цену хотя бы написали бы. 40. Напишите хотя бы цену-то. цены не пишутся говорит от своего ума там цены не написано вообще с ума сойти у кого написано так написано да с ума сойти и где да спасибо у вас почему лучок-то 20 а укропчик а все по 20 до и базилик тоже 20 до это за 100 грамм да или за пучок нет ну пучки на сколько грамм а это килограмм будем это покупать укроп есть а лук сейчас поглядим где грибочек ты были баклажаны вот боровички наверно продают понятно мы сами грибники мы просто смотрим что на базаре мы сегодня просто в лес не поехали вот осенний грибок самый хороший боровички да да и ну как полно вот только у них я наверно вижу а продали вон я сейчас просил я у них тоже беру врачу от грибов нет продали а почем ведерочку вас 250 нет в этом году грибу 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 это мало 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 грибов цветочки да а что это такое это называется если научно фитолака что 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 фитолака фитолака от слов фито но это понятно или лаконос то есть лаковые ягодки у него вот это просто народное название лаконос но они и так и так они в литературе как говорит сможет для какой пользы для какой во первых декоративной пользы это раз а вторая польза то что по пять штучек от давления их можно принимать если больше нельзя потому что они имеют алкоиды в своем составе это что типа в народной медицине так значит или что в описании в народной медицине применяется он тоже как имеет значит лечебные свойства ясно вот куст трехлетний уже большой то есть он уже как говорится все своей красе неприхотливая неприхотливая укрывать его не надо домашние домашних условиях не растет нет я просто поинтересовала вот ягоди вот думаю что это такое а это что у вас вот а это перчик съедобный а съедобный горький острый ну это он в домашних условиях растет на кухне да пожалуйста ясно грецкий орех пожалуйста и шелковица барбарис и голубика растет нет у меня жена занимается вот всеми этими делами цветочными серделей 200 рублей килограмм килограмм до 150 капуста вкусная а нет давай давай капуста вкусная так нам все моркови до морковь почем медик у нас медик у нас дешевый дешевый серьезно кроме суток да нет ну извините 600 рублей килограмм лёш это еще дороже чем у неё почему почему потому а вот в союзе женщина торгует у нее у нее у нее трехлитровый банка 2000 и я так же продаю а я так как где то вы продаете загадите давайте посчитаем килограмм килограмм ну давайте за 500 рублей я вам это килограмм ер и сюда за 500 рублей килограмм отдает я сказал и верю что мы договоримся гречишный да а какого тогда липовый есть у вас липовый есть дониковый есть всякий есть и цветочный есть это дониковый да это сердечный а вот алиповый я знаю сейчас попробуем доник я с это вкус проверю такой или не такой а у нее и ну попробуй а ты какой у нее брала я и доник брала и ликовый ой упала его ничего там не попробовали попробовала одинаковые да почему одинаковые откуда ты знаешь одинаковые берите нет 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 сейчас это вот доник Ира да теперь давайте я вам липу выдам ну как доник у нее другой вкус почему почему я сравниваю тот вкус и этот вкус думаешь конечно слушайте это может быть доник вот доник они нет доник так и называется вот они берите вы что это сказать потому что это деревенский потому что это деревенский чистый доник деревенский не посевной вот такой пустарник свечет мелкий одинаково что доник что линия вкус один и тот же попробуй давайте попробуем ну вот давайте прямо если она если она так я вам создам липовый липовый да вот и есть эти палочки да на 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 нам чистый какая разница вот это липа это вот доник давайте нет 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 все 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 липу давайте не надо не надо попробуйте за что это за праву деньги не беру я хочу липу чего чего ну знаете ну где ж ну разные ты что нет да ир княрия я тебе говорю разные конечно разные разные вы что думаете я вас обманываю что ли мне показалось только одинаково правильно вы говорите разный я не обманываю вас нет ну я вам скажу так но скажу так сильно сладкий сильно сладкий а чем вы кормите ничем вы что ну как не пчел не кормите ничем нет не сиропом ничем не вы что а чем тогда кормите чего пчел чем кормит сами они сами себе готовят нет я знаю что у меня дядя сиропчик сиропчик давал пчелам дядя ваш медом вот та кормит медом чтобы они летали а другие кормят сахаром нет у меня вот сироп сироп подкладывал слушайте меня внимательно они сами себе носят нет а излишки мы забираем нет все равно же вы кормите подкармливаете пчел то чем ну ладно давай берем липовый что ли а будем брать липовый ну давай бери давай липовый да о чем 500 мы договорились 500 вот итак сегодня мы посетили наш дзержинский рынок что-то купили к столу что-то не купили ну в общем то покупили так скажем что-то к винегрету что-то к чаю вот грибочки опять попались грузии волженки сыроежки и так далее зеленушки уже зеленушки появились появились или стали появляться только только начали да ага только начали появляться польский гриб а серушки бывает а серушки серушки наверное пока нету вот только сыроежки грузди гляжу рыжики волженки есть вот волженки вот она я знаю вот гляди-ка только стали появляться гляжу польский гриб да вон польский гриб ага чистенький гриб польский гриб ага хорошее дело ну что скажу богатый рынок у нас все есть все доступно все цены доступные вот грибочки есть вперед за грибами кому не лень это белый грусть это белый грусть он сухой не скрипун ага нет нет он желтый скрипун желтый не кругленький а вот такой я помню как это было время лохматый а скрипун он не лохматый он молочный облепиха облепиха по чем у вас 200 рублей берите берите немножко ступлю 180 крупненькая холостая белая а берите ну ну нет глядь и сама пошли раздавим а раздавим раздавим ну не надо тяжести давай возьмем донесем и попробуем и на вкус хороший я вчера съела обычно в это время уже она горчит или что-то а это на вкус очень хорошая а чё в ведерке в ведерке бы она не помялась ну сказали высыпать я уже высыпалась вообще-то в ведерке она наверху и так не помнется наверху положить конечно не на нее итак мы сегодня посетили зерлинский рынок приобрели все что необходимое вот в последнюю очередь покупаем облепиху и идем усвоясь всем хорошего дня хорошей продажи всего-всего на этом наш репортаж закругляется о рынке пойдем дальше в город до свидания красавица смотри какая рыжуйка ну друзья мои вас только заснять давайте снимается снимается ну-ка давай хорошенькие серые девочки серые вон там еще одна девочка о какой какой уголек 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 да молодцы молодцы ну что другом в интернет вызваем может кто тебя и возьмет хозяин ну я не умею в интернет вставляться но я же хорошая приходите на рынок да покупать хотите вот стоят видишь тоже это тоже на продажу они или как вот эти собачки это собаки просто хозяйские нет 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 они тоже на продажу вот эти женщины подросли или или в руки добрые отдадут вот женщины вот вот здесь тоже накинут а вот этих собачек продаете или в руки добрые отдаете а? они отдаются бесплатно бесплатно? да вот такие наши малютки радует глаз да 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 люди добрые пускай их травят приходите забирать вон глядите какой вот они какие хорошие уже все просится прям просится чтобы уже взяли блин горелый вот вот елки палки у нас вот есть кошка уже конечно взят аааа какой симпатий вот 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 все ясенька ну ладно всего хорошего спасибо вам а? где? А, ну давайте, давайте Принаходили два месяца назад, но так не отдали И уже некогда было работать Во, глядико, дымчатый Дымчатый Это кошка, кот? Кошечка Кошечка тоже Насколько бы он сейчас уже в тяге царицу Во, какая мордашка хорошенькая Тихо-тихо, она совсем симпатичная Я просто на счету здесь на улице так Ну ладно, всего хорошего вам, спасибо До свидания Пойдем И увидим вас А в интернете Это знаете другой, да? Да, ютуб, соцсетях, вконтакте, в одноклассниках А, на нас доктор Леший Спасибо До свидания Нет, надо писать Ну я на нас, конечно, докрую Алексей, доктор Леший Да, да, да Спасибо Алексей, и Доктор, и Леший, и Лес Лес, Лес, и Лес, и Леший Вот такие мы Увидели Сейчас Хорошеньких Котят Которые Просятся Уже Навязываться тема К своему хозяину Итак, мы сегодня посетили Рынок Наш Посетили рынок наш Вот Два слова скажу в камеру Два слова скажу в камеру Ну что Значит, сегодня побывали мы на Зерлинском рынке Прошлись По рядам Что-то приобрели Себе для Стола И поглядели заодно Какие цены Ну что скажу Цены приемлемые у нас На рынке Меня очень радует Вот И так прошлись Поглядели Что еще Кроме Овощей Сельхозпродуктов торгуют Грибы Похоже Есть Вот только что стали появляться Гляжут зеленухи Серухи И Еленькие Боровички Осенние грибы Грузди Цыроежки И все прочее Что, люди добрые На рыночек Идите на рынок Покупайте Всего хорошего Редактор субтитров А.Семкин